Чемпионат Золотой Байт 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 В вашем чемпионате хотелось бы узнать, нужно именно лично участвовать или можно командно сделать проект? Можно участвовать как лично, как и командно. Это зависит от вашего желания, от вашего проекта непосредственно. Это уже ваше личное дело. Но это будет иметь какое-то отношение? То есть в одну номинацию могут на одном уровне участвовать как люди в одиночку, так и командно? Абсолютно, да. На равных условиях. То есть люди выбирают для себя определенную номинацию, в которой они участвуют. То есть хотелось бы заметить, что они абсолютно разные. То есть это как им создание игр, как видео, разработка абсолютно программных обеспечений. Я смотрю, что создание игр, мобильных приложений, программных проектов, короткометражные фильмы даже есть у вас в номинации. Да, вы можете абсолютно по всем параметрам участвовать, как один человек, как и несколько. Это зависит уже от вашего направления, как долго вы развиваетесь, с кем вы хотели бы сотрудничать и так далее. Кто же будет отбирать лучшие проекты, кто будет журить? Изначально, на первом этапе, то есть изначально, вот у нас сейчас до 19 февраля сейчас продлена регистрация. Изначально регистрация была до 31 января. Так как много желающих сейчас, конечно, потому что IT-индустрия, как я ранее говорила, на достаточно высоком уровне, продлили мы регистрацию до 19 февраля. И непосредственно все желающие регистрируются. То есть неограничено количество. Да, неограничено. Регистрируются на сайте. Вы можете быть как и студентом компьютерной академии ШАК. Вы можете быть как ведущий утреннего шоу, да, допустим. И вы можете быть как выпускником какого-либо университета. Вы регистрируетесь, подаете ваши работы конкурсные. И уже непосредственно первый этап компьютерной академии ШАК будет происходить в апреле месяце. И жюри это уже компетентные преподаватели нашей академии. И там уже дальше Киев, и дальше по уровню. То есть будет несколько этапов. Первый этап будет проходить в нашем городе. Абсолютно верно. Первый этап будет проходить в городе Немного. Уже установлено какое-то количество людей определенное, которое пройдет на следующий этап. На данный момент нет, по той причине, что еще не закончена регистрация. Потому что мы пока не знаем, какое определенное количество людей. Регистрация сейчас очень активна, она не останавливается ни на день. Поэтому пока еще неизвестно. Время есть. Я думаю, что некоторые работы вы уже просматривали. Есть уже какие-то люди, которые выбились в топ-лидеров. И вы смотрите и думаете, да, на следующий этап этот человек, этот конкурсант уже точно пройдет. Конечно, конечно. Такие не только в этом году. И в предыдущие годы тоже были такие ребята. Потому что наш регион славится своими умами, своими талантами. И на протяжении всего этого времени есть возможность убедиться. Люди, которые участвуют в «Золотом байте», они всегда показывали себя только с лучшей стороны. И есть довольно-таки большое количество ребят и работ, которые действительно заслуживают на победу. Призовой фонд в 500 тысяч гривен будет прислужен кому-то одному, одной номинации. Но я смотрю, что номинаций очень много. Или это на каждой номинации такой большой призовой фонд? Это призовой фонд на одну номинацию, естественно. То есть наиболее, грубо говоря, за первое место. По всем остальным параметрам, да, так как большой, скажем так, список партнеров, вы могли заметить, да, что, как указано, это непосредственно Microsoft, довольно-таки небезызвестный, да, при поддержке Министерства образования и науки Украины, Intel, ну и так далее, большой список партнеров. То есть и от этих партнеров, соответственно, призы участникам уже по следующему. Хотелось бы также узнать, ребята с предыдущего чемпионата, с предыдущих годов берут участие в этом году? Есть люди, которые из года в год принимают участие? Есть ребята, по нашему региону, скажем так, такого пока не наблюдается, то есть, ну, это, возможно, они уже участвуют, а может, командами, может, кто поодиночке, то есть вот так вот я вам точно пока не могу сказать, но точно знаю, что по другим странам, да, то есть есть ребята, которые из года в год, возможно, изначально себя попробовали, уже потом знают, что улучшить, чему нужно подучиться, и вот тогда уже усовершенствую себя однозначно. А вот ребята, у которых не получится получить номинацию, первую премию за одну из номинаций, у них будут какие-то сертификаты участия в вашем конксе, того, что они действительно участвовали в золотом байке? Сертификаты участников обязательно будут по всем этапам абсолютно, то есть, допустим, в нашем этапе, который будет в городе Николаеве, то есть также у ребят будут сертификаты участников, что не без известного чемпионата, который в дальнейшем, то есть, да, тоже поможет для развития, для следующей работы и так далее, то есть тоже немаловажно на самом деле. Минимальный возраст 10 лет, а вот максимальный возраст, есть какие-то ограничения? Смотрите, да, скажем так, ограничения есть, это два года после выпуска из университета, допустим, да, после бакалаврата это уже два года еще можно, скажем так, участвовать. Хотелось бы теперь от вас еще раз услышать, до какого числа и куда нужно подавать заявки на проект, чтобы наши телезрители, которые не сильно разбираются в этих технологиях, хотят принять участие в вашем чемпионате и хотят успеть втиснуться в регистрацию предварительную, когда, где и как? Те люди, которые хотят поучаствовать в чемпионате «Золотой байт», регистрируются на сайте goldenbite.org до 19 февраля. Регистрируются, выбирают номинации и по всем возможным вопросам обязательно обращаются по адресу улицы Лягина, 4-9, это Компьютерная Академия ШАГ. Также на сайте Компьютерной Академии можете увидеть всю подробную информацию. Может, вопросы будут по номеру телефона, также на сайте указаны, можете обращаться. Спасибо вам большое. Нагадаю нашим телеглядачам, что до студии Нового дня завитала Юлия Портна, рекламный менеджер Компьютерной Академии ШАГ. Компьютерная Академия ШАГ